и всем здравствуйте дорогие друзья с вами я паша и сегодня у меня будет ночная смена работы в метро все дело в том дорогие друзья что я вчера устроился машинистом в метро и мне сразу же выпала ночная смена поэтому я встал сейчас уже ближе к часу ночи и сейчас мы отправимся уже на место работы ну что я думаю мне уже пора собираться я пойду попью чаек перекушу и мы начнем кстати передаю привет матиботи матвею рауфу геймсу вот вове кистанову максу плюс сто пятьсот и диане найковой но и конечно же вадим чеку привет вам большой ребята от меня так ну что дорогие друзья вот я и приехал на место выбираем поезд 81717 выбираем линия московская малиновка начинаем вот мы как мы видим вот тут уже ну как говорится выдвигаемся поехали так я думаю должны быть нормальные пассажиры сегодня потому что сегодня воскресенье это в понедельник они такие бывают немного странные но мне так рассказывали так а я не притормозил ладно пропустили станцию надеюсь меня не наругают лана включим свет давайте вот так вот будет лучше так но дорогие друзья напишите в комментариях хотели вы бы быть машинистами метро когда-нибудь вот лично я вот раньше хотел быть водителем троллейбуса но сейчас меня интересуют метрополитены всякие вот эти вот железные дороги можем ехать от 60 километров в час до 70 так поэтому можем чуть-чуть ускориться чтобы медленно не ехать отлично но чуть-чуть можем уменьшить вот так вот чтобы сейчас уменьшим вот так вот будет получше и потихоньку притормаживаем чтобы не проехать станцию еще притормаживаем 40 а мы еще можем проехать туда это другая линия соединяется видимо так вот и теперь по медленному по чуть-чуть убираем скорость чтобы равномерно распределиться по всей станции чтобы поезд не уехал дальше вот так вот все еще сбрасываем скорость еще так еще чуть-чуть подъехать чуть ускоримся и вот так вот думаю нормально будет вон там зеркало ориентир есть вот отлично открываем двери вот заходит не включено сообщение о прибытии а наступная станция михалова осерожны двери зачиняются ту-ду мне вот так нравится время у нас 10 часов доходит но тут мы можем разогнаться до 80 километров в час поэтому это даже отлично видимо станция длинная поэтому тут и скорость большая нужно чтобы слишком долго не ехать так чуть снижаем чуть снижаем за 80 уже не уходим видимо там пробки какие-то другие поезда едут ой что-то у меня изжога походу начинается дорогие друзья так понемногу снижаем скорость чтобы не проехать станцию как обычно вот так вот чуть-чуть еще подъедем вот так вот до зеркала того все думаю нормально будет все давайте станция михалова михалова стейшн отправляемся мне вот так вот нравится ездить по различным туннелям дорогие друзья это прям успокаивает но это мне кажется мне кажется это должно быть на любителя потому что если вам не нравится вот это то вам и не понравится вводить и метро и всякое вот это подобное вот я очень люблю вот это вот сейчас делать мне это доставляет настолько радость в душу что я прям не могу передать все эти эмоции они все внутри так ну тут кого-то побольше людей уже да так все можем отправляться вот поехали у нас уже двести шесть пассажиров за три станции если мы не пропустили бы ту станцию у нас бы было побольше пассажиров но ничего сейчас мы все подучим и все будет хорошо тут а вот и станция до следующая а чуть-чуть тогда сбавляем скорость а нет а я что-то мне плохо немного дорогие друзья о что-то мне не за что я же все правильно делал ладно дорогие друзья давайте сейчас по новый вот я уже сел в новый поезд поехали так отправляемся так сбавляем скорость вот так вот но если я буду сбавлять я не доеду до конца чтобы все пассажиры могли нормально сесть поэтому давайте прибавим скорость чуть-чуть думаю это не будет ошибкой примерно уже чувствуется когда нужно притормаживать чтобы равномерно распределиться по станции отправляемся едем пока у нас нету ошибок это хорошо кстати дорогие друзья напишите в комментариях вам нравится вот запах тоннелей это я вроде читал где-то читает свой читается называется коррозия это земля там что-то так потеет видимо либо туннель потеет и такой запах получается вот напишите в комментариях нравится вам или нет но мне кажется всем нравится потому что запах очень приятный давайте едем чуть-чуть сбавим скорость чтобы нас не ругали чуть-чуть чуть-чуть так ну так вот нормальная скорость мне кажется так и сейчас где-то через пять четыре три два один мы начинаем снижать скорость пока что все отлично ух сколько это час пик походу не включено сообщение отправление как так мы же отправились ну то есть я же нажимал так ладно тут а ее снижаем скорость чуть-чуть снижаем на 65 где не будем ехать 60 ой 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 сейчас икну дорогие друзья не и надо аккуратно икнуть потому что будет больно если я не аккуратно икну так ой или не икну ладно мы справимся мы справимся вот тут какой-то комок прям очень трудно ладно видимо переел так так Так, сажаемся. Тик-тик-тик. Ой-ой-ой. Надо внимательно смотреть на дорогу. Не развлекаться. Скорость держим аккуратно. Что-то у нас какая-то ошибка вышла. Мы в огоне остановились. А чё всё гудит? Что делать? Что происходит, я не пойму. Эй. Дверь откроем. А двери не открываются. А, открываются. Я по правилам этих метрополитенов читал, что в туннелях двери никогда не открываются. Видимо, тут какой-то сломанный метрополитен. А вот всё заработало. Возможно, это в разных городах какие-то свои правила. Поэтому здесь, наверное, можно. Это значит, что я про другие города читал. Так. Сбавляем скорость. Что-то мы опять останавливаемся. У нас бензин заканчивается, что ли? Похоже, у нас бензин заканчивается, дорогие друзья. И что делать? Так. А где я? Тут же ноги должны быть. А, стоп, у меня под столом ноги. Ой, ладно. Так. Вот так вот ставим. И едем. Давайте. Главное не уснуть. Конечно. Было бы хорошо не уснуть. Сколько людей. Останавливайся, останавливайся. Не-не-не-не. Нет. Не-не-не. Вроде мы не проехали. Не-не-не. Не точная остановка. Ну ладно. Но все-таки мы остановились. Это хорошо. Кушать потом поем. Дорогие друзья, потом поем. Обязательно. Так. Все, больше не допускаем ошибок, дорогие друзья. Едем спокойно. Ой. Да когда же эта изжога закончится, дорогие друзья? Что-то я засыпать начинаю, дорогие друзья. Надеюсь, это последняя станция. И нам скажут, идите домой и вот ваша зарплата. Так, снижаем скорость. Это конечная, да, должна быть? Давайте, давайте, давайте. Проедем станцию опять. Я отвлекся. Не-не-не. Как мы пропустили станцию? Реально пропустили? Нет. За что? Это какой-то поезд бракованный, дорогие друзья. Вообще невозможно тут водить как-то. Он останавливается очень медленно. Тут надо добавить экстренные тормоза, чтобы они прям... И сразу останавливались через миллиметр. Да мне все равно на скорость. Едем, дорогие друзья. Точно бракованный поезд. Вот тут вот уже на начале туннеля надо останавливаться, чтобы станцию не проезжать. Да-а-а, все. Все, я понял. А нет, дальше чуть проезжаем. Где-то мы чуть-чуть на 10 сантиметров заехали на станцию, и надо тормоза уже включать. Ой. Продолжение следует... Ну, так, вас сняли с линии. Значит, я думаю, это хорошо. Но вот тут пишут... Не включено сообщение о отправлении. Неточная остановка. Пропуск станции. Открытие дверей на ходу. Не включено сообщение о отправлении. Ой. Да вроде я все включал. Это просто они... Не хотят, чтобы... Я катался на этом поезде. И они хотят, чтобы я катался вот на том поезде. Вот на этом, на втором. Вот который... Ой. Фуф. Ой. Ну ладно, это уже им решать. Ладно, дорогие друзья. Вот и прошла моя ночная смена, дорогие друзья. Огромнейшее спасибо всем за большой за просмотр. Я вам, как всегда, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия. И всем удачи, дорогие друзья. Всем до свидания. И всем до новых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока, дорогие друзья. Ой. Пока-пока.